Здравствуйте! В эфире новости Дагестан, студия Патимат Ханапова, и вот о чем мы вам расскажем. Бесплатная медицина на платной основе. Почему пациенты больницы города Дагагни покупают препараты за свои деньги и не только это, проверил лицепремьер Абдурахман Махмудов. Как завоотделение меня спрашивают, почему эти лекарства со сроком оставшимся месяца сюда поступают? Два года назад лекарство произведено, а остался месяц годности. А вы не задаете этого? Малому бизнесу большую полку. Дагестанскую продукцию высоко оценили на федеральной конференции в Санкт-Петербурге. Более 300 миллионов рублей на развитие туризма. На что именно будут потрачены средства, выделенные центром, смотрите в выпуске. Вице-премьер Абдурахман Махмудов осмотрел медучреждения города Дагестанские огни, в частности, центральную городскую больницу и поликлинику. В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения в части продуктового и лекарственного обеспечения, а также в хозяйственной деятельности. По словам пациентов, подавляющее большинство препаратов они приобрели за счет собственных средств. Как завод деление меня спрашивают, почему эти лекарства со сроком оставшимся месяцем сюда поступают? Два года назад лекарство произведено, остался месяц годности. А вы не задаете это вопрос? Выдаем мы то, что есть, мы должны в аптеке. То, что в наличии есть, они выдают нам. А остальные лекарства почему их нет? Вас давно учили это все писать? Ну как у нас журналы. Но человек сам покупает лекарства. Ну что-то он покупает, мы же не отрицаем этого. А вот товарищ коллега наш, он получает что? Он от нас получает, он что именно комплекс получает? Так он сам покупал все лекарства? Это нет, это мы не можем сказать. Вот это, самое это, от больницы. Остальное? А с собой куплено уже. Готовите все по тесне. Далее Абдурахман Махмудов проверил пищеблок и продовольственный склад, где также выявил ряд нарушений. Выяснилось, что на протяжении почти месяца пациенты больницы не получали блюда, приготовленные из мяса, курицы, рыбы и яиц. Качество приобретенного масла со слов персонала оставляет желать лучшего. 82,5 процента. Но не отвечает требования. А вкусовый качество нам не понравится, не то, что нам даже больные, мы сразу убрали его, чтобы этот, и не пишем, и не выписываем. 75 килограмм здесь я жду, чтобы он приехал и забрал. Вы сами кушаете? Кушают, все кушают. И больные еще на луке. Подойдите, да, оба луке. Вас так зовут? Секлана. У вас дети и внуки есть? Вы так же кормите? Я сама в больнице часто лежу. Нет, вы своих детей, внуков как кормите? А если нет, то что делать? А что же вы говорите, что не жалуются? Ну, кто не жалует? Где главный? Позовите его. Сто раз ему и устоит. Вы же говорите, пациенты довольны, не жалуются. Нет. Это получается, как вегетарианская пища. Понимаете? Не понимаю. Далее вице-премьер проверил палаты и санитарные зоны, состояние которых также вызывает массу вопросов. По всем выявленным нарушениям будут проведены проверки для принятия соответствующих мер реагирования. Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкий наценил вкус и качество дагестанской продукции. В эти дни республика принимает участие в первой федеральной конференции партнеров в сфере малого предпринимательства малому бизнесу «Большую полку». Проходит она в Санкт-Петербурге. Здесь представлены более 30 наименований дагестанского товара. Вся молочная продукция от сметаны до сыра, мяса, колбасы, урбеч, фрукты, соки и многое другое, чем славится регион. Андрей Яцкий высоко оценил экологичность представленного ассортимента, отдельно отметив вкусовые качества овечьего сыра. Первый зампред Совета Федерации пожелал местным сельхозпроизводителям роста и расширения поставок на российском рынке. Страшники чистоты городских улиц. Несмотря на погодные условия, дворники Махачкалы ежедневно ранним утром выходят на уборку столичных дворов. Видя их нелегкий труд, сотрудники отдела просвещения Муфтеат и Дагестана решили немного порадовать работников. Они организовали им горячий чай с конфетами, а приятным сюрпризом стало подношение цветов. Сотрудники духовенства также выразили слова благодарности и признательности за наведение чистоты на дорогах столичных улиц. Вам тоже огромное спасибо за ваш бесценный труд, за ваши старания, за то, что вы делаете наш город чистым. Вам огромное спасибо. Да и Аллах, то, что у вас в мыслях на душе, пусть и учняла примет. Аминь Аллах. Уважаемые друзья, не обесценивайте труд этих женщин. На место них завтра могут быть и наши с вами матеря. Ведь мы с вами знаем, чистота – это половина веры. Так давайте ее будем соблюдать. Дагестан больше всех в СКФО получит денег на развитие туризма. Это прописано в постановлении правительства России за подписью премьера Михаила Мишустина. Согласно документу, нашему региону выделено из федерального бюджета более 300 миллионов рублей. Данные средства пойдут на создание комфортных условий в местах отдыха и досуга туристов. Деньги будут выделены также и на грантовую поддержку предпринимательства. Мои родители работают в полиции. Региональный этап детского конкурса под таким названием завершился в Дагестане. В своих работах юные художники от 6 до 14 лет изобразили свое видение родительской профессии. Компетентность жюри сошлась во мнении, что все работы получились яркими и содержательными. Участие в конкурсе приняли 30 детей из разных районов республики. Их всех накануне наградил министр внутренних дел Абдурашид Магомедов. Детям вручили ценные подарки. Спасибо вам большое. Вы еще маленькие, но уже такие талантливые. Я желаю вам, чтобы вы достигли больших высот, в том числе и в творчестве. Радуйте своих родителей и учитесь. Учитесь, учитесь и учитесь. Это самое главное в вашей жизни. Когда вы будете образованными, талантливыми, как минимум вас никто не обманет, потому что вы сами будете все знать. Последовав этому пути, уверяю вас, вы будете доставлять только удовольствие своих родителей. Спасибо вам большое. Улучшение качества заявок на получение гранта и подробные разъяснения по их составлению. На неделе Министерством труда и социального развития республики был организован семинар на площадке «Россия. Моя история» с участием главы ведомства Мурадом Козеевым. Министерство ежегодно проводит распределение грантов для развития социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2023 году гранты выделены по восьми направлениям. В ближайшее время стартует конкурс 2023 года. Бюджет нашего конкурса составляет 23 182 600 рублей. Софинансирование производится со стороны фонда оператора президентских грантов. Социально ориентированная некоммерческая организация может подать всего одну заявку от своей организации и максимальная сумма, которая может быть запрошена, порядка миллиона 622 тысяч. И о спорте. Боксер Шарабудзин Атаев выиграл золото международного турнира на призы короля Марокко. В финале весовой категории до 86 килограммов наш спортсмен встречался с представителем Азербайджана Лорином Берто Альфонсо. Поединок продлился все три раунда. По завершении боя судьи единогласно признали Атаева победителем. Так, дагестанский боксер взял реванш у своего соперника за поражение на чемпионате мира. Это были все новости на сегодня. До скорых встреч.